Если подходить более строго, то вообще-то надо смотреть, на сколько процентов различается. Если экспериментальный процент ниже на более чем на 10%, это уже плохо. Но нет единой точки зрения на этот счет, и вообще тема проверки на устойчивость не самая распространенная среди юзеров логистической регрессии. Поэтому сочтем, что раз даже на экспериментальной подвыборке у нас процент правильных предсказаний по ненаполненной категории больше 50%, значит модель устойчивая. Дальше я проверяю на несмещенность. Несмещенность мы проверяем через среднее значение остатков. Я сохранил при запуске остатки нестандартизованные и стюденизованные. Смотрю описательную статистику по нестандартизованным или сырым остаткам. Среднее значение практически 0. Доверительный интервал пересекает 0. Таким образом, на 95% доверительном интервале можно говорить о том, что наша модель не смещена. Посмотреть в SP-сессе описательную статистику не трудно. Вот переменная с остатками. Описательная статистика. Эксплор. Помещаю ее сюда. Запускаю и получаю результат. И последняя проверка. Основная. На гомоскедостичность. Проверяю моим способом. Мне кажутся тесты Парка, Уайта, немножечко ограниченными. Полагаю, что проверка при помощи дисперсионного анализа дает более глубокие результаты. Чтобы провести ее, я сединизованные остатки помещаю в качестве зависимой переменной в дисперсионный анализ. Все предикторы помещаю в кавариаты. После чего запускаю и получаю следующее. Вот такая табличка. В ней большинство, подавляющее большинство, незначимы эффекты. Незначимы. За исключением некоторых. Раз. Еще один. И все. То есть, есть небольшая связь между величиной остатков и значениями предикторов. Но она крайне маленькая. r квадрат этой связи 19 тысячных. Полагаете, можно пренебречь и считать модель гомоскедостичной.